Всем добрый день! Это новости Турции. Я не профессиональный журналист, я просто живу в Турции и перевожу на русский язык новости, которые у нас здесь происходят в стране. Я делаю выборку из новостей не только по телевизору и официальных СМИ, которые у нас здесь транслируются в стране, но также из Твиттера, Инстаграма и Фейсбука. То есть это ресерс всех новостей, это на самом деле то, что интересует самих турок, то, о чем они говорят, то, о чем они сплетничают. Так что давайте приступим. Сразу хочу сказать, что выпуск у нас сегодня будет политические провыборы. Немножко подведем итоги. Хочу объяснить, что произошло, что у нас будет. И в основном сделать акцент, удар на ощущения людей, как этот вообще день сама Турция, страна и люди, социум, общество проживали. Мне кажется, это очень важный момент. И в конце видео поделюсь своими личными ощущениями, какими-то выводами на эту тему. Для того, чтобы отслеживать новости и получать самые свежие и достоверные новости здесь в стране, в инфобоксе ссылка на телеграм-канал. Подписывайтесь. Там всегда каждый день самые свежие, актуальные новости Турции. Итак, как вы сейчас, я думаю, знаете, весь мир об этом говорит, о том, что в Турции закончился первый этап выборов. То есть у нас будет и второй этап. Пройдет он 28 мая. Почему второй этап? Потому что ни один из претендентов не набрал более 50%. 50% по законодательству – это тот порог. Если ты его достигаешь, то ты автоматически выиграешь выборы. Хочу немножко рассказать, с какими процентами мы сюда подошли. Вот на данный момент, когда я видео снимаю, информация у нас актуальна на 15 мая. Сейчас практически уже 100% голосов подсчитаны. ЦИК выпускает информацию. Как вы видите, разрыв там идет довольно-таки большой, приличный. Что эти за 5% вообще? Как дальше сейчас будет происходить ситуация? У нас еще 5,22% набрался Синан Оган. Это тоже был претендент на выборах. И сейчас, по сути, две недели будет борьба за эти 5%, которые у него есть. Кому эти люди пойдут отдавать свои голоса? На кого направит, так сказать, своих избирателей этот человек? Вообще, на самом деле, все коврижки от выборов получает именно этот человек. Потому что он не побоялся. Он собрал 100 тысяч голосов подписи для вступления в предвыборную гонку. Учитывая то, какой вес конкурентов у тебя есть. И сейчас будет все зависеть от того, с кем он договорится, кто ему лучшие дивиденды предложит. Идут уже сплетни и споры о том, он может требовать кресла, ну или просить, скажем так, требуется, но не может. Ему могут предложить кресло министров, какая должность будет выше, лучше в том криле, который выиграет. То есть это будет правительство АКПартии или оппозиционное правительство. В общем, сейчас вообще он будет под микроскопом ближайшие две недели. Его любые шаги, слова, твиты, все прочее. Это все будет сейчас очень главное обмусоливаться. На этом будет весь фокус внимания. Кому он призовет, на чью сторону он станет. Это будет решающий момент. Еще один небольшой рычаг. Это только завести еще больше людей на выборы. Потому что явка, в принципе, она огромная. Практически 90%, 88%, там, десятки, или 89% примерно, еще это не точно не подсчитано. Но практически округлим, да, 90% людей в стране пошли на выборы. И 10%, которые не проголосовали, как бы загнать их на выборы, надавить на них, как-то заманить туда, довольно-таки будет трудно. Сейчас не об этом, даже не о самих результатах. Я хочу рассказать, как проходили выборы, какие здесь ощущения были, что здесь вообще в стране происходило, как люди к этому относятся. Наверное, никому не секрет, расскажу, что Турция, в принципе, у нас такой народ горячий, вспыльчивый и так далее. И мы все в основном боялись о том, что будут какие-то беспорядки, протесты, различные митинги. Потому что выборы сами вчера происходили очень напряженно. Я бы сказала, даже где-то обостренно и кроваво было очень много драк на избирательных участках. Это те, которые попали в публичное пространство. Но сколько информации еще не пришло со всей страны. Драки были, как и в крупных городах, даже на избирательном участке, где я была. И в деревнях, в провинции. То есть вот это общее состояние общества острое, оно просто максимальное. И здесь вот любая искра, это будут стычки, подтасовки. Именно не просто так встретились, там поругались, не знаю, файеры какие-то пожигали. Это реально может быть очень кровавое, с убийствами и всем-всем-всем прочим. Конечно, бы этого очень сильно не хотелось. То есть люди прямо на острие находятся, своих нервов. Вчера буквально три человека скончались во время выборов избирателей на избирательных участках. Это одна пожилая женщина была, у нее прямо в кабинке случился сердечный приступ. Один мужчина, это сотрудник избирательной комиссии, у него тоже от нервов сердечный приступ. И еще там один человек, в короче, они все от сердечного приступа, три человека просто умерли. Насколько вы понимаете, накал вообще здесь ситуации. По ощущениям, да, вчера было ощущение, что это очень важный шаг. Страна стоит прямо на таком вот разделе. Принятие важного решения своей судьбы и судьбы своих детей. Вот эта атмосфера, она, конечно, в Стамбуле, по крайней мере, поддерживалась, витала в воздухе. Агитация была вчера запрещена. Поэтому были случаи, где некоторых агитчиков, скажем так, да, людей пытались, их выгоняли. Их не задерживала полиция, но их отстраняли от избирательных урн, от самих избирательных участков. Там раздавали ручки с символикой какой-то партии, флажки. Вот это все нельзя было уже. Но у нас как такового дня тишины не было. Тишина настала в субботу вечером в 18.00 вечера, а уже с утра открылись избирательные участки. То есть тишина-то была всего одна ночь безагитационная. По ощущениям, ну, в Стамбуле вчера трафик упал просто до 2%, были пустые улицы. Все сначала утром пошли в избирательные участки. Вчера также был День матери. Очень важный день, на самом деле, праздник в Турции. Но он вообще прошел у нас вчера мимо, никак особо не зацепился. Поздравляли, но не суперпомпезно. Весь фокус внимания был, конечно, на выборах. Потом пошел поздравлять мамы, родителей, тети, ближних каких-то бабушек. Немножко встречали семьи. Но в основном все после пяти вечера, когда закрылись избирательные участки, засели у себя дома, мониторили телевизор, смотрели проценты, кто кого-то вырывается, что вообще карта у страны, как проходят выборы. Где-то за 2-3 часа до окончания подсчета голосов, самого важного, типа до 80%, начали митинги собираться. В Стамбуле это были митинги, люди, поддерживающие президента Эрдогана. В Анкаре это были сторонники оппозиции. И когда вот это все началось, мы тогда особо и напряглись, на самом деле, просто жители в стране, что люди очень такие заряженные, с фаерами, с флагами, всеми истории. То есть, если бы вчера прям не было вот этого в тура, я не знаю, были бы протесты или нет, нельзя говорить, да, то факта, которого не свершилось. Но настроения были такие. Все очень сильно этого переживали. Когда кандидаты в 12 ночи начали говорить, не расходимся, не уходим от проверяющей там избирательных комиссий, не уходим от участков и так далее, мы поняли, что противостояние начинается, что может быть из этого какие-то столкновения могут вылиться. Но, слава богу, тихо-гладко вся эта история прошла. Вот эти все ожидания страшные наши не оправдались. Про какие-то эксцессы вообще, как турки переживали эти выборы. Сразу видно, во-первых, хочу заявить своим ощущениям и по факту констатировать ситуацию в стране. Здесь работает цикл, он независим. Здесь люди верят в выборы и идут голосовать. Это показывает огромная высокая явка на избирательные участки. Люди верят, что они меняют свою судьбу. Так работает, по сути, демократия в обществе. На данный момент люди, конечно, турки очень выделились своими, скажем так, перформансами. Многие креативно подошли к этому моменту. Это началось еще до 14 мая, когда были выборы за границей на избирательных участках в других странах. Люди приходили в всяких костюмах, показывая свою приверженность какой-либо партии, свое отношение, либо просто на самом деле не троллили выборы. Выборы такое тоже было. Но вчера были люди в национальных костюмах Османской империи, были люди в костюмах американских, типа продемократических, американских каких-то взглядов. Там в костюме ковбоя, в костюме спайдермена, на конях, на ослах, с попугаем и так далее. То есть выбор был огромен. Это как бы нотка юмора. Это и вот есть менталитет турецкий. Кто так очень серьезно. Они хотели разбавить обстановку, заявить о себе. Один человек вообще пришел на избирательный участник со своим личным столом, который на себе принес, и голосовал так для того, чтобы не прикоснуться вообще к государству, даже к его имуществу, даже к столу, потому что он категорически против вот этого. Ну, в общем, пояснений каких-то, кстати, человек тогда не давал. Довольно-таки интересно было. Но вот этот юмор, высмеивание и заявление о своих каких-то взглядах точно так же. Оно находилось на фоне вот этих огромного количества разбитых носов, панчей, драк, вступала полиция. То есть реальные стычки происходили. Обзывали друг друга, кто за свою позицию, кто за... Короче, люди реально рвут рубашку, вот честно, не купленные, не проплаченные. А люди реально с эмоциями, то, что я своими глазами могу отвечать за то, что я видела, да, про непроплаченных и так далее. Люди реально этим живут, реально отстаивают, реально за это болеют. Поэтому мы и боялись как можно больше вот этих каких-то столкновений после окончания выпуска. Это все по-честному происходит, как говорится, от души. По настроениям сегодня, ну, партия президента, ведущая, они все рады. Очень сильно считают, что уже победили. И такие заявления самого президента было. Считай, мы, короче, все уж победили. Если мы берем оппозицию демократов, то их был, конечно же, расстроен. Ну, все ожидали больше голосов, то очень много было перед выборами всякой статистики, букмекерства и так далее, и так далее. То есть показателей вот этого социального отношения было больше. Хочу отметить, что очень много кадров в интернете, как был подсчет голосов, абсолютно прозрачно, как люди сидят, считают. Про вбросы бюллетеней, это вообще единичные случаи по стране, чтобы какие-то подписи, подделки или скопированные бюллетени уже с печатью. Кстати, мы здесь не пишем ручку, мы ставим штамп печати, за кого голосуем. Ну, короче говоря, довольно-таки все это было реально достоверно, прозрачно. И города, все улицы были пусты в вечернее время, сидели реально у экранов телевизора. В Твиттере, в Инстаграме вообще вирусились видео-сторис различные, когда люди с попкорном сидят, фотографии попкорна, чипсов, или там Netflix, или Marvel, и рядом типа выборы, условно, накал страстей посильнее, чем какой-то сериал смотреть, или какую-то там сагу, которую ты давно фильм там ждал и так далее. То есть Netflix вообще отдыхает в эти дни, никто не смотрел, телевизор рейтинги, конечно, зашкаливали. Твиттер. Твиттер у нас ограничился официально, от заявления Маска было о том, что мы ограничиваем, непонятно вообще какой контент, на самом деле утверждено это не было, но было официальное заявление в субботу о том, что Твиттер сокращает типа а-ля пропагандистические различные ролики, информацию, твиты, замедляет свое действие именно для тех, кто находится в Турции, типа чтобы не воздействовать на избирателей, никого ни к какой стороне не склонять. Но людям здесь это очень сильно не понравилось, неважно кому как, я имею в виду какому блоку, это всем не понравилось, в принципе, это ограничение чего-то кому-то блокировать, люди очень-таки резко, скажем так, недовольны. Но больше заняты были выборами, особо внимания на это не обратили, да, публично как-то, но реакции, разговоры об этом, конечно, в обществе были, всем в принципе не нравится, когда им что-то запрещают. «Экшисерзлюк» это такой сайт, это ассоциация «Свободу слова», там всякие термины, определения и так далее, его тоже заблокировали к выборам, ничего удивительного, но хотя было постановление раньше, уже блокировка до этого была, судом ее сняли, официально все это работало. Ну и вообще перед самыми выборами в субботу вечером бомба была, Твиттер, все твиттерили, перепостили, смеялись, мемы появляться начали, вообще это обсуждали, ну не прям огромный, конечно, провал, но судачили абсолютно все, неважно, позиция или прополитическая сейчас партия, про Этакана, как бы это обсуждали абсолютно все, как бы хихикали о том, что 75-летний ярый сторонник, вообще важная политика у нас здесь в стране. Девилет Бахчели, когда он давал свою речь, такую прям стандартную про антизапад, перечислял по именам Байдена, того, сего, 5-го, 10-го, Евросоюз и так далее, в общем, как любят вообще, да, в пропаганде этих хвостил, как есть по именам, и оговорился, он срывался, скажем так, на голос у него, и он, скажем так, сказал нецезурное слово, и вообще контекст всей этой фразы, его спича, он тут же поменялся в один момент, о чем все и судачили, что им не удалось его, ну, скажем так, повергнуть, а слово другое про Эрдогана, да, он говорит им всем, всему этому западу объединенному не удалось его другое слово, нецензурное. Конечно, хохотали все куча мемов всяких, и вообще-то такой человек именно этот, да, он очень мемный на этих выборах, там завирусились всякие ролики с его голосом, с его криками, ну, честно, как скажу, оценка здесь вообще людей в обществе о том, что, ну, приходит время и возраст, и как бы он все больше и больше каких-то ошибок делает, высказываний и так далее, то есть потихонечку время каждого из нас заканчивает, это логичный, скажем так, вывод, к чему мы все приходим. Итак, вот, на данный момент какие итоги хочется подвести, что в Турцию будет второй тур, он будет 28 мая, опять все, идем на выборы в воскресенье 28 мая. По ощущениям все будет зависеть от 5%, кому они отдадутся, кто к себе, скажем так, приманит этих избирателей, но разрыв, в принципе, большой, и у многих, скажем так, оппозиционеров, конечно, настроение сегодня еще унылое, для того, чтобы выиграла оппозиция у Эрдогана, это должен быть какой-то финт ушами в воздухе буквально, что-то такое эдакое сделать, это возможно, но насколько это получится, неизвестно. Еще хочу констатировать, это чисто мои ощущения личные, что, конечно же, коалиция именно президента, она очень сильная, я думаю, что оппозиция немножко не дочувствовала, не рассчитала количество людей, которые все-таки за президента будут голосовать за то, что как сейчас, что в стране происходит, то есть какие-то минусы президента, они все далеко видят или не акцентировались на этом внимании, в общем. Или можно сказать, в принципе, что количество верующих людей в стране, именно про ислам, про эту политику, смешанную с религией, просто за их большинство, вот все. Далее еще хочу отметить, что в парламент тоже у нас были же выборы, и в парламенте чуть больше половины процентов голосов заняла ведущая к партии. 320 вроде бы, насколько я сейчас помню, но это не точная цифра. Остальные это все уже разбросы на оппозиции. То есть если даже демократы выиграют каким-то чудом, придут к власти президент, то в принципе в парламенте вводить какие-то изменения, реконструкцию делать, скажем так, и вводить какие-то реформы, то, что обещают демократы в своей предвыборной кампании, например, обратно в Стамбульскую конвенцию войти по правам женщин. Это очень трудно делать, потому что большинство голосов в парламенте у акпартии будет. То есть в принципе уже такая проблематичная будет для них ситуация. Ну в общем посмотрим, что будет. Будет время, будет пища, как говорится. Если вы хотите наблюдать самые актуальные новости Турции, подключайтесь и подписывайтесь на телеграм-канал, который в описании под видео, ссылка. Там всегда самые свежеактуальные новости. Спасибо всем за внимание. Жду ваших комментариев. Скоро увидимся. Всем пока. Спасибо.